Дорогая публика, здравствуйте! Я хочу вам рассказать о тех нововведениях, которые появляются теперь в системе меры весов. Вернее, в системе эталонов этих самых меры весов. Вот вы помните, что первый эталон метро появился во Франции, в революционной Франции. Когда решили, что хватит всё мерить в всяких там футах, ярдах. Но ярдах это был, правда, в этой самой Великобритании. Да ещё фут, какая-нибудь длина ноги, длина стопы какого-нибудь короля наверняка. А ярда расстояние от кончика носа до кончика руки тоже к паде какого-нибудь короля. 90 сантиметров, кстати, примерно. Мы сделаем революционную мерку. 1,30-миллионная длины Парижского меридиана, города революции. 1,30-миллионная. Давайте прикинем, сколько на самом деле длина Парижского меридиана. Это значит π умножить на 2π умножить на r, на радиус земного шара. 2π это получается примерно 6, радиус земного шара чуть больше 6 тысяч километров. Это получается больше 30 тысяч километров, то есть больше 30 миллионов. Но тем не менее деньги были выделены. Революция же. Деньги всегда можно выделить из казны, если нужно, если кто-то очень попросит. И стали мерить. Была огромная экспедиция, мерили длину меридиана. Ну, эти вот геодезисты. Намерили. Чего-то там намерили. Как видите, не совсем верно. Вот, намерили, выдали, значит, длину. А к этому времени во Франции много чего изменилось. Великий человек Гильотен, он очень хотел, чтобы был прогресс. И в ту пору очень было, такой привилегий была у дворян, что если он провинился, то голову ему отрубали. Значит, был палач, он большой был спец, он одним махом отрубал голову. А все прочие шушери, да, их просто вешали. Вешали, те мучились и умирали, значит, дергаясь на этих самых. Вот. А Гильотен, значит, он решил сделать гильотину. Одним махом может отрубить любому. То есть не нужен квалифицированный палач, все механизировано можно сделать. Свобода, равенство и братство. Ну и начался террор. Назывался это Якобинская диктатура. Террор. Вот. Вот там голову рубили, а тут уже приехали с метром-то этим. А тут террор. Сейчас надо килограмм еще делать. Они тоже придумали бы что-нибудь такое вот килограммовое. Говорят, да ладно, фиг с ним. Берем один кубический дециметр. Дециметр это одна десятая метра. А это вот, значит, одна десятая на одну десятую на одну десятую. Это получается одна тысячная кубометра. Воды налили из-под крана парижского водопровода. Значит, охладили до 4 градусов Цельсия. Значит, это такая температура, при которой плотность максимально взвесили. Он будет килограмм будет. Все, отвали. А тут голова на месте, хорошо себя чувствует. Вот. Ну, вот так вот получилось килограмм. Это вот кусочек, кусочек платиново-иридиевого сплава, который где-то там в севере, недалеко от Парижа, хранится, значит, в палате меры весов. Вот он. Для всех он эталон. Кстати говоря, в Москве есть такая выставка «Металл богов», кажется, называется. Или «Бог металлов, металл богов». О, про золото. Она в историческом музее, в главном здании. И вот там есть этот самый эталон «Оршина». Наши российские дореволюционные. Он сделан из платины. Оршинными «Эталон». Так вот, сейчас сказали, ну, хватит этих эталонов, давайте переходить к уму, к делу. Вот, например, как будем эталон килограмма. У нас есть такое понятие замечательное. Значит, там мировые константы. Вот, например, постоянная планка, мировая константа. О, заряд электрона, как называется, Ку-Е назову его, да? Мировая константа. Вот мы их примем за константы. Мы скажем, что постоянная планка – это вот столько-то, столько-то, столько-то джоулей умножить на секунду. А это вот столько-то, столько-то кулонов. Вот столько-столько. Всё. Точно. Абсолютно. Не через кулон мы их будем, а мы будем отсюда кулон находить, да? Понятно? То есть один кулон КВ – это будет единица, вот делить на вот это вот значение, да? Вот оно будет, это один кулон. Вот такая вот штука будет. Вот отсюда можно будет находить. Так вот, например, отсюда можно вывезти килограмм. Смотрите-ка. В курсе, что МС квадрат – это энергия, да? Это скорость света, она тоже эталонная теперь у нас. С – это сколько-то там метров в секунду. Это тоже эталонная величина. Бесполезно её мерить. Это эталон. Вот. Теперь, значит, сравните. Это дело энергии тоже. Постоянная планка на частоту. H – ν. Во. И вот отсюда можно запросто выразить массу. Правда? Вот она. Масса – это будет КГ. Умножить на метр квадратный в секунду в квадрате. Равняется сколько-то там чего-то, число какое-то. Джоули на секунду, да? И ещё единица делить на секунду. Всё. Всё нормально. Вот отсюда килограмма находится. Берёте и делите, да? Вот она получается. Вот это вот единица массы. Так отсюда получается. Сколько-то нашёл, то и там умножить ещё. Вот. Вот так вот принято делать. А как определить, скажем, постоянную планка? А это, ну, есть много разных способов. Один из способов определения постоянной планка – это использование закона фотоэффекта. Того самого закона, за который получил Нобелевскую премию Альберт Эйнштайн. Вот смотрите-ка, падает у вас свет. Свет у вас какой-нибудь, понимаешь, частотой ν1 на поверхность металла. А там в металле электроны. Вот он отдаёт этому электрону часть своей энергии. Этот электрон может как куда-то внутрь полететь, наружу полететь. Вот может вылететь. Преодолев работу выхода. Вот она, h ν – это та энергия, которую получил он, да? Минус работа выхода, а выхода, да? Это вот та энергия, как кинетическая, которая имеет электрон, вылетевший отсюда. Если вы к этому делу приложите некий потенциал, да? Мешающий вылетать, то ни один из них не вылетит. Надо только поймать. Вот она, Qe умножить на U. Вот, скажем, при частоте 1, это U1. О! О! Поймали? Поймали. А вот взяли другую частоту, h ν2, минус работа выхода, Qe на U2. Ну что, теперь давайте от второго уравнения отнимем первое, что получится. h ν2 минус ν1. Частоты мы вроде как знаем, потому что длину померить можем, скорость света мы знаем. Вот вам и частота, длину волны померить можем дифракционными всякими методами, равняется Qe на U2 минус U1. Ну и отсюда мораль. Постоянная планка. Это вот измеренное значение U2 минус U1 делить на ν2 минус ν1 и умножить на заряд электрона. Всё. Вот такая вот связь, значит, постоянная планка. А если постоянная планка, можем найти массу. Так теперь положено. И вот в связи с этим появился разговор про то, как бы нам измерить килограммы ваттные весы, как-то так назвали журналисты. Делаются у нас где-то там в палате меры весов. Вернее, это институт имени Менделеева, по-моему, в посёлке Менделеев он находится. Дело в том, что Менделеев, когда его за роман с гимназисткой отовсюду извергли, ему нашли в друзья хорошую должность начальник палаты меры весов, ну, руководитель. И вот он тогда вот занимался всеми этими вещами, связанными с метрологией. Метрологией, институт метрологии имени Менделеева, и посёлок Менделеева, по-моему. Ну, вот имени ли он Менделеева, не знаю. И смотрите, вот какая штуковина. Вот представьте себе проводник. Это, представьте себе, длиной L. По нему протекает ток И. И он находится в магнитном поле Б. Вот как-то вот так вот в этой плоскости магнитное поле Б. Оно перпендикулярно, да? Оно перпендикулярно. И вот к этому проводнику прилепили, давайте я сейчас запущу вход, зелёный карандаш, к нему прилепили груз, ну, на изоляторе, естественно. Груз прилепили, масса М. И вот сюда действует сила МЖ. И его равновесили, чтобы он не двигался. Что получается? Вот получается сила ампера Б на И на Л. Б и Л. Наверное, лучше было не так написать. Б, Л, И. Так красивее будет, да? Б, Л, И. Она равна силе МЖ. Вот и всё. МЖ равна этой силе. Так, а теперь, значит, убираем этот груз. И начинаем этот проводник стоком. Стоком проводник. Двигать в... С некой скоростью В. О, это скорость В. Со скоростью В двигать. Вернее, проводник без тока, простите меня. Проводник без тока. Двигать в этом магнитном поле, которое тут есть. На концах проводника что будет? Электродвижущая сила будет возникать. Возникает напряжение. Равна электродвижущей силе. ЭДС. Вот так её рисовали. Это Э, Э, Д, С. Вот. Вот оно возникает. Напряжение, которое равняется В умножить на Л и умножить на В. Вот такая вот электродвижущая сила. Ну, отсюда, вот когда вот так скорость-то можно хорошо померить, напряжение можно хорошо померить. Отсюда получается, что БЛ равняется У делить на В. Ну, и вот сюда подставляем и мораль получается. У на И равняется МЖ умножить на В, да? Ну, или как-то, или лучше это У. У на В умножить на И равняется МЖ. Вот, подбираете нужный ток. И, соответственно, вы имеете весы вот эти. Понятное дело, что там нет никакого такого длинного проводника с током. Там катушка. Катушка в магнитном поле. Надо, чтобы проводник был очень длинным, 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 длинным. Катушка. Все это в другой катушке, которую магнитное поле создаёт. Это называется амперовские весы. Весы ампера. Вот. И вот, значит, вот так вот удерживает. Он куда-нибудь тянет, но в другом конце грузик. Вот он так вот его удерживает, да? Поняли? Вот одна катушка в разрезе. Вот она в разрезе катушка. Вот другая катушка, которую магнитное поле создаёт. О! А вот тут весы. И вы хотите, значит, тут вот коромысло весов. Вот оно. А на другом конце вот этот вот МЖ от нас висит. Вот она тянет вниз МЖ. И вот его уравновешиваем. Ну, а когда надо померить вот это вот магнитное поле, мы двигаем вот эту катушку с определённой скоростью. Вот так вот выглядят те самые весы. Весы кабла. Так, каббл. Два Б. Вот он их придумал. Когда-то в честь него они так и называются. Весы каббла. Вот, вот попытался я вам рассказать про новое в метрологии. Такие вот дела. Как вам это дело? Нравится? Мне, например, это нравится. Прикольно. Вот. Теперь прикольно. Теперь у нас нет необходимости иметь какой-то эталон. У нас природа сама предоставила нам эталоны. H. Заряд. То есть постоянная планка, заряд электрона. Такие вот вещи. Ну, правда, вдруг они меняются во времени. Вот тогда будет плохо. Тогда у нас нет настоящего эталона. Ну, считайте, что не меняется. Так, ну что ж, товарищи. Настал момент, когда самое неприятное для вас будет происходить. Я буду просить у вас денег. Кому же понравится, когда у него просят деньги. Внизу у меня есть реквизит, по которому вы можете их перевести. Ну, если душа ваша еще жива, то вы переведете деньги. А если не жива, то я буду знать, что я читаю эти видео для группы. Тинь, тинь, тинь. Таких зомби. Да они уже не живые, уже бездушные. Ну, вы это с душой. Вы это пришлете. Внизу есть номер сбербанской карточки. Есть там счета в Тиньков банке, в том числе валютные. Есть Донэшин Альерс. Еще там много всяких способов есть. Выберите подходящего вам по душе. И пришлете мне деньги. Спасибо большое тем, кто пришлет мне деньги. Ну, а эти зомбаки... И все. Спасибо.